Соседи иностранных государств должны стать привлекательнее для инвесторов. Об этом шла речь на Совете глав российских регионов в Министерстве иностранных дел. Рекомендации руководителя ведомства Сергея Лаврова адресовались субъектам, которые граничат с европейскими странами. Но к диалогу пригласили представители всех федеральных округов. Интересы ПФО представлял глава Чувашия. Новый состав Совета глав российских регионов в Министерстве иностранных дел был утвержден недавно. На совместные заседания его члены собрались впервые. Открывая совещание, Сергей Лавров отметил, что от развития связей на уровне приграничных территорий зависит многое. В конечном итоге это поможет укрепить доверие между Россией и Евросоюзом. Сейчас в стране действует пять масштабных программ. В их реализации участвуют и иностранные государства. Финляндия, Польша, Латвия, Эстония, Литва. Партнеры совместно обустраивают границы и возводят крупные инфраструктурные объекты. В следующем году наступит время подводить итоги данных проектов. Тогда же начнется разработка новых соглашений до 2020 года. Большой вклад в их подготовку должны внести и регионы, отметил Лавров. Федеральный министр рекомендовал руководителям субъектов активнее развивать зарубежные контакты, делая ставку на инновации. Мы сейчас можем с уверенностью сказать, что их реализация, реализация этих программ, приносит ощутимую практическую отдачу на местах, гармонично дополняет региональные стратегии социально-экономического развития и в целом содействует продвижению модернизационной повестки дня в отношениях России с Евросоюзом. «Инвестиционная привлекательность субъектов должна быть улучшена в ближайшее время». Об этом в своем докладе говорил министр регионального развития Игорь Слюняев. Участники заседания предлагали активнее использовать возможности торгово-промышленных палат на местах, увеличивать количество иностранцев в вузах страны. В МИДе Михаил Игнатьев встретился и с главой Россотрудничества Константином Косачевым. Руководитель федерального агентства предложил привлекать в инвестиционную деятельность республики ее уроженцев, которые проживают за рубежом. К обсуждению проблем участники совета еще раз вернутся. Михаил Игнатьев назначен его членом и на следующий год.